Всем привет! Сегодня у нас расклад «Совместимы ли вы с загаданным человеком?» Загадывайте человека из вашего круга общения, то есть из вашего поля, и посмотрим. И в конце мы вытянем карту, что мешает построить хорошие отношения, идеальные отношения. И вытянем, конечно же, тень. И сразу скажу, что любую тень можно проработать в проживании арканов, поэтому приглашаю вас действовать, а не только смотреть, смотреть, грустить и так далее. И обязательно оставляйте обратную связь после расклада в виде комментария. И подписывайтесь на канал, чтобы не потерять меня и получать уведомления о следующих раскладах. Итак, в долгий ящик откладывать не будем. Начнем. Итак. Это карта. Нет, давайте, как мы знаете, сразу с вами будем. Это первый вариант. У первого варианта. Извиняюсь. У первого карта девятка мечей и туз мечей. Если хотите короткий ответ, то нет. То есть девятка мечей – это же карта тревог, беспокойства, вот этих кошмаров ночных. И эта карта, она указывает на множество переживаний и беспокойств, которые мешают вашей гармонии, мешают вашей стабильности. Эта карта, она говорит, что вот в ваших отношениях присутствуют такие вот глубокие эмоциональные да и психологические напряжения. Ты или твой партнер, вы испытываете очень сильные страхи и сомнения относительно вашего будущего вместе. Это, соответственно, приводит вот к постоянному беспокойству, бессонным ночам, постоянно думаете про это, да. И девятка мечей, она говорит на какие-то возможные нерешённые проблемы или травмы из прошлого, которые как раз влияют на ваши отношения. И эти проблемы, они создают преграды для доверия, для вот этой эмоциональной близости, да. И вот важно обратить внимание на эти внутренние конфликты и попытаться их разрешить, чтобы создать более здоровую и гармоничную связь между вами. Ну а туз мечей – это карта ясности, карта истины, новых начинаний. И она вот символизирует прояснение ситуаций, решительность, да, способность видеть вещи такими, какие они есть. И эта карта говорит, что необходима между вами честность, необходима между вами вот открытое общение, без всяких вот этих шахматных ходов. Туз мечей он говорит о том, что для успешных и гармоничных отношений вам обоим необходимо быть предельно честными друг с другом. Это время вот для откровенных разговоров и прояснения всех недоразумений, всех сомнений. Открытое и честное общение, оно поможет вам лучше понять друг друга и найти пути к разрешению конфликтов. Туз мечей также указывает вот на возможность новых начинаний и прояснений. вы стоите вот на пороге важного решения или изменения, которое принесет ясность и новые перспективы в ваших отношениях. Это вот время, когда вы оба сможете преодолеть вот эти страхи, сомнения, чтобы начать новый, более прозрачный и честный этап ваших отношений. И в сочетании эти карты, они говорят, что ваша вот совместимость с этим человеком зависит от вашей способности справляться с внутренними тревогами и поддерживать вот это честное, открытое общение. А девятка мечей, она указывает вот на присутствие глубоких страхов и сомнений, которые мешают вашим отношениям. Хотя Туз мечей, он предлагает прояснения и новые начинания. И обратите внимание на свои внутренние тревоги, на свои внутренние переживания. Постарайтесь понять, вот что вызывает эти страхи и как эти страхи влияют на ваши отношения. И, соответственно, работайте над их разрешением. Возможно, вот стоит поговорить в открытую, без ругательств, без вот этих вот эмоций, понимаешь? Потому что вот общение – это на данный момент ключ к вашей совместимости. Поэтому нужно быть предельно честными друг с другом. Говорите о своих чувствах, о своих страхах, о своих надеждах. И это поможет вам лучше понять друг друга. И, соответственно, создать основу для доверия. Если вот в ваших отношениях есть какие-то неясности или недоразумения, постарайтесь прояснить их. Не нужно обрубать все на корню. Попробуйте поговорить. Вы мне скажете сейчас, я пыталась много раз разговаривать, но он меня не слышит. Так разговаривайте так, чтобы вас услышали, а не ультразвуком. Понимаете? И постарайтесь видеть ситуацию такой, какая она действительно есть. Без иллюзий, без самообмана, без эгоизма. Понимаешь? Объективный взгляд на ваши отношения, он поможет вам принять более какие-то взвешенные решения. Мудрые, да? Давайте посмотрим тень. Какая тень мешает построить идеальные отношения. Тень драчон. И сразу предупреждаю те, кто, как сказать, не готовы о себе слышать больненькое, то дальше просто не смотреть. Потому что дальше уже для тех, кто, как сказать, знает, что такое тень. Тень – это скрытое в нас то, что мы не принимаем. И тень драчона, она говорит вот о внутреннем конфликте, агрессии, склонности к спорам, которые мешают гармонии в отношениях. Тень драчона – это олицетворение вот этих аспектов твоей личности, которые приводят к разногласиям, которые приводят к напряжениям. То есть тень драчона, она говорит о том, что внутри тебя есть накопившееся вот это напряжение и неудовлетворенность, которые проявляются в виде конфликта. Это могут быть какие-то нерешенные обиды или глубокие эмоции, которые ищут выход через споры и конфликты. То есть в отношениях ты не разговариваешь, а споришь. Понимаешь? Ты вот чувствуешь необходимость постоянно отстаивать свои позиции, защищать свои границы. Это может быть вот реакцией на прошлые травмы или какой-то опыт, когда вот твои границы были нарушены. И вот это постоянное состояние готовности к борьбе, оно мешает создать доверительное и гармоничное отношение. А ты? Ты постоянно нетерпимо или раздражительно. Это вызывает вот эти конфликты и мешает мирному взаимодействию с партнером. То есть поговорить мы не можем. Мы можем только спорить, упрекать и так далее. И важно понять, что эта раздражительность, она может быть проявлением внутренних проблем. А не только вот этих реакций на поведение других. Понимаешь? Чтобы справиться с тенью дручуна. Так. Это у нас... Ты у нас девочка, поэтому это у нас императрица. То есть, если ты в проживании арканов, то это прорабатывается все в императрице. И если не в проживании, то назову там поверхностно, да, начни с саморефлексии. Попробуй вот понять, что вызывает в тебе такую сильную реакцию. Какие вот прошлые события или какие-то травмы стоят вот за твоим вот этим поведением. И, соответственно, напиши это в дневник, который ты завела или заведешь. Это поможет тебе лучше понять свои чувства, да, и их корни. Почему написать? Потому что ты это будешь видеть. Это не будет роем в твоей голове. Ты это напишешь на бумаге. Так ты сможешь, как сказать, анализировать, глядя на эти записи. И найди способы управлять своими эмоциями. То есть, больше, как сказать, отдыхай. Занимайся творчеством. Гуляй на природе. Важно вот найти то, что помогает тебе успокоиться и снять напряжение. Очень хорошо помогает, если ты, например, не можешь пойти на спорт, да, возьми подушку и побей ее. Да, смешно звучит, но это помогает выплеснуть весь негатив, который у тебя есть. И старайся понимать и принимать чувства других людей. То есть, поставь себя на место партнера. И попробуй понять его точку зрения. И это поможет снизить вот это напряжение между вами. Сделать ваши отношения хотя бы чуточку, но гармоничнее. Понимаешь? Учись выражать свои мысли, свои чувства без агрессии. То есть, говори о своих переживаниях открыто, но мягко. Понимаешь? И не обвиняй партнера во всех своих, во всех грехах между вами. Работа в отношениях ведется двумя. Виновата. Виноват не только партнер. И это нужно понять. Виноваты вы оба в ваших разногласиях. Понимаешь? И знаешь, еще есть такая техника про я и ты. Сейчас я тебе объясню. Используй вот эту технику, чтобы не обвинять партнера, а говорить о своих чувствах. Например, вместо «ты всегда делаешь неправильно». Вместо этого скажи «я чувствую себя обиженной, когда?» и так далее. Понимаешь? То есть, про Ягова, про себя говори. То есть, не обвиняешь его, не говоришь «ты», а говоришь «я». Это снизит напряжение. Понимаешь? И вот «ты всегда раскидываешь носки». Вот ты ему всегда так говоришь, да? А ты говори «я очень переживаю, что ты раскидываешь носки». То есть, ты уже не упрекаешь, понимаешь? Ты уже не упрекаешь, а говоришь про себя. Тогда тебя партнер лучше будет слышать. И будь готова, соответственно, к компромиссам. В любых отношениях важно уметь идти на уступки. Искать решения, которые устраивают обе стороны. Это не значит, что нужно жертвовать своими интересами. Но важно найти баланс между своими потребностями и между потребностями партнера. Компромиссы нужны. И обязательно нужно не забывать заботиться о себе. Потому что, возможно, твои внутренние конфликты из-за того, что ты позабыла о себе и просто выгорела. Поэтому найди время для занятий, которые приносят тебе радость. Сходи в какой-нибудь спа-салон. И так далее, и тому подобное. Перечислять не буду девочки на любимые дела. Понимаешь? И эта тень, она очень мешает твоим отношениям. Не только этим. Но, обрати внимание, прошлые отношения точно так же были. А сознание и проработки этой тени, оно поможет тебе сам. Или эти отношения, которые сейчас, восстановить и дать им второй шанс. Не второй шанс, а второе дыхание. Или проработка этой тени тебе поможет, если у вас уже все, как говорится, поможет тебе в новых отношениях. Еще раз повторяю. Эта тень... Извиняюсь. Эта тень прорабатывается в императрице, в проживании арканов. Обязательно подпишись на канал, если ты новенький на канале, и тебе понравился твой вариант. Нажми на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления. И обязательно оставляй обратную связь. Мне обратная связь очень приятна. И так далее. Я всех читаю. Ну, а мы с вами перейдем ко второму варианту. Второго варианта смерть и десятка мечей. Ой, извиняюсь, это же десятка жезлов. Нет, это десятка жезлов. Похожа немножко вот этой картинка. Ну, смерть – это трансформация. Трансформация, завершение и начинание новых. Начинай. То есть, чтобы что-то начало новое, должно уйти старое. То есть, трансформация. То есть, она говорит, что конец сейчас одного этапа и начало другого. То есть, не конец ваших отношений и начало новых, а этап, ступенька в отношениях. Понимаешь? То есть, у вас сейчас происходят очень сильно глубокие изменения, которые необходимы для продолжения, для обновления вот этой связи. И карта смерти, она говорит о том, что в ваших отношениях сейчас есть такая необходимость в значительных переменах. Это может быть конец каких-то старых моделей поведения, привычек или даже аспектов вашей личности, которые больше не служат вашему благополучию. Без этих изменений отношения не имеют будущего. То есть, как пройдешь эту ступеньку. Опять же, тут нет такого, что вы прям друг друга недостойны. Нет. Просто если не пройдете эту ступеньку, отношения... Отношения закончатся. Понимаешь? Эта карта также указывает на завершение какого-то важного этапа в ваших отношениях. Это очень трудный, но необходимый процесс. Чтобы перейти на новый уровень понимания, на новый уровень близости между вами, нужно пройти его. И вы должны быть готовы к тому, что это важное... Важное что-то вот уйдет, понимаешь? Важное, привыкшее. Но нужно понять, что оно уже не служит вашему благополучию. Понимаешь? И оно не может не уйти, потому что оно должно освободить место для чего-то нового и лучшего. Я не хочу говорить, что вы уже расстались, потому что ты же смотришь на настоящего партнера. Так ведь? Вот. Или вы уже расстались. Вот карта смерти – это как будто ты рассталась и смотришь на нового. Но тут выходит старый партнер. Мы же старого смотрим. Давайте дальше. Ну, десятка жезлов, она про тяжелое бремя, ответственность, чувство перегруженности. Я поэтому говорю то, что ты старого партнера смотришь, а не нового. Или у тебя двое? У тебя двое, что ли? С одним до конца не закончила, а с другим уже пытаешься начать. Глазки строишь. Давайте рассматривать старого партнера. потому что у нас все-таки десятка жезлов. И она показывает, что ваши отношения обременены множеством обязательств, множеством задач. Но меня смущает карта смерти очень сильно. Как будто ты старый, как говорится, не закончила, но и новый пытаешься начинать. Как будто у тебя есть кто-то на примете. И вот кого из этих двух мне смотреть? По десятке жезлов у вас прям обременение. То есть обязательства, много нерешенных задач. Ты меня, двоечка, что-то запутала. Меня карта смерти очень смущает. Ну, давай. Поняли, да? Десятка жезлов про обременение, обязательства между вами. Они уже есть. Ну, какой-то еще один человек, что ли, тебе. Ладно. И, соответственно, эти обременения, они связаны с внешними обстоятельствами, внутренними твоими ожиданиями, которые вот создают давление и стресс у тебя. И эта карта говорит, что вы оба чувствуете себя перегруженными и уставшими. Потому что вы уже не можете поддерживать эти отношения. И это результат накопившихся между вами проблем, нерешенных конфликтов. И эти отношения для вас уже тяжелые. вы не можете нести. Но карта смерти говорит, что у тебя награды, звоните кого-то. В общем, ваши отношения, они требуют очень сильно глубоких изменений. Освобождение от вот этих тяжелых бременей. Ну, говорится так, не знаю, бремени, да, нужно скинуть, чтобы был шанс на успех. И смерть указывает на необходимость трансформации. У меня такое чувство, что ты решила не работать над этими отношениями, а у тебя на горизонте уже кто-то есть. десятка шезлов, перегруженность, необходимость взять ответственность обоим одинаково, да, и разделить обязанности. Понимаешь? И что нужно тут делать, да, по этим картам? Нужно осознать, вот, что если ты хочешь продолжать развивать ваши те отношения, то необходимы очень сильно значительные изменения. Поэтому будь готова отпустить вот старые модели поведения, да, привычки, которые больше не работают. Это трудно, но необходимо. А вот с этим новым, который у тебя на горизонте, если он есть, если у тебя уже мысль появилась, у тебя история повторится просто. Ты вот так вот будешь по кругу ходить, понимаешь? Поэтому я не знаю, тебе нужно повторение и ходить по кругу или что? Давайте-ка мы с вами сразу тень посмотрим сейчас, потому что тут явно намечается прям треугольник. Его еще нет, но ты уже начала, как говорится, говорить, зачем мне эти отношения, я устала и так далее. И где-то ты уже присматриваешься. давайте посмотрим тень, что мешает. А мешают прячущиеся. Это про, знаешь, вот тень вот выпала и получается, я понял, да, ты присматриваешься. Потому что по этой тени ты избегаешь проблем, да, конфронтаций. Ты прячешься и а я начну новенькое. Эта стратегия для тебя кажется вот безопасной, но в долгосрочной перспективе ты не сможешь построить здоровые и искренние отношения, если не проработаешь эту тень. У тебя вот так вот все будет по кругу. То есть ты всегда избегаешь разговоров, что-то строить. Зачем? Можно же вон к тому присмотреться. то есть ты по этой тени избегаешь обсуждения важных тем, обсуждения проблем, которые возникают в отношениях. Это может быть страх конфронтации, да, или нежелание там просто поговорить. Ну, просто не хочется. А зачем? Как-то можно заменить, да, но эти замененные у тебя в итоге показываются тоже, как говорится, он плохой и тот плохой. Одна я хорошая в центре вселенной, я просто не хочу проблем. Зачем? Я же не создан для того, чтобы у меня были проблемы. Зачем их решать, да? Проще спрятаться за следующими отношениями. И они в итоге оказываются точно такими же. И там тебя тоже не понимают. А как тебя понять? Ты прячешься? Ты скрываешь свои истинные чувства, свои истинные эмоции и боишься быть неправильно понят или отвергнуты по этой тени. Это приводит к тому, что ты не выражаешь свои потребности и желания и начинаешь говорить партнеру, что он тебя не понимает. Так ты ничего не говоришь. Вот ты мне сейчас напишешь, я говорю, а значит так говоришь, что тебя не слышат. ты говоришь, итиевата, ты не говоришь истинной собой, ты говоришь истине прячущегося. То есть отдаленно. А мужики-то не фанаты ребусов, понимаешь? Или прямо говоришь, или, как говорится, прячущийся. И это говорит, знаешь, про что? Про низкую твою самооценку, про страхи отказов, про страхи, что тебя не поймут. А как тебя понять, если ты скрываешь свои чувства? Понимаешь? И вот ты еще не хочешь показывать свою слабость. Ты думаешь, что если ты покажешь какую-то свою уязвимость, слабость, то партнер отвергнет тебя, и это создаст барьер. Но в итоге это все приводит твой прячущийся, что партнер тебя полностью не понимает. Вообще никак. То есть он живет с тобой не с настоящей тобой. Вот поймешь ты это или нет? То есть ты в маске делаешь вид, что все хорошо, и даже про мелочи ты в отношениях, когда они зарождаются, ты не говоришь то, что тебе не нравится. И в итоге у тебя эта маска она одевается или надевается, не знаю, как вам правильнее будет, она все крепче и крепче к тебе прирастает эта маска. Соответственно, у партнера в голове что а тебе ничего и не надо, потому что ты изначально начала строить отношения с этой маской. То есть ты с партнером не говоришь о своих истинных желаниях, истинных чувствах, ты мелочи, вот знаешь, все строится на мелочах. Вот лавина, есть же с гор, лавина или там сели и так далее, все начинается с маленького камешка, который покатился с вершины горы. Вот эти, ну, то есть этот маленький камешек задевает другой, еще третий, четвертый и по нарастающей вот это лавина или сели или упал, или неважно, и оно все вот это понеслось. Вот у тебя точно так же по этой тени. То есть ты изначально говоришь, что все хорошо, а это мелкая проблемка, я про это промолчу, и в итоге вот этот нарастающий ком приводит к тому, что у партнера твоего в голове, что у нее все хорошо, а у тебя в голове, что тебя партнер не понимает, не принимает и не хочет слышать. А как он будет слышать, если у тебя все хорошо? И соответственно ты под конец отношений говоришь, а вот это плохо, у партнера твоего диссонанс в голове, понимаешь, и он тебя не понимает, а как это плохо, если все было хорошо. И соответственно, а это мелочи, для твоего партнера это первый камешек, понимаешь? Первый камешек. И для него это не так важно. А у тебя в голове это не первый камешек, у тебя это лавина уже, о которой ты умалчивала. Понимаешь? то есть вы шли не в резонанс, то есть не вместе шли по этой тропе отношений, извиняюсь, не вместе шли, а у тебя камешек, когда первый посыпался, у тебя для твоего партнера все хорошо. Вы идете, 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 у тебя уже там лавина намечается, а ты все умалчиваешь и думаешь, а это мелочи, ничего не скажу, все хорошо и проглотила обиду. А у партнера еще все хорошо. И тут вы доходите до того момента, когда у тебя огромная лавина, ты своему партнеру все-таки решаешься сказать, что тебя что-то не устраивает, и в этот момент у твоего парня только первый камешек, который он обесценивает. Напиши мне в комментариях ты понимаешь, что я говорю? То есть из-за твоих умалчиваний у вас разные потом взгляды, вы не в резонансе уже, у тебя лавина, у твоего партнера обесцененный первый камешек, и он такой, а это всего лишь первая соринка, как говорится, посыпалась, тогда ничего важного, а у тебя тоже нет. А все из-за чего? Из-за вот этой тени здравствуйте. Поэтому нужно высказываться. Прорабатывать эту тень нужно так, в дьяволе, обязательно в дьяволе, так, еще в каком? В каком? В императоре, конечно, в императоре. Ну и найти корень этой причины. Понимаешь? корень причины, если он в детстве, да, когда тебе там говорили, да, не ной, не ной, не ной, и, соответственно, вот эта тень, она появляется. Это тогда в шуте, если корень в этом. Вот, для тех, кто не в проживании, нужно разговаривать, учиться изначально. ты можешь вот избегать обсуждения каких-то важных тем и так далее, но тогда знай, что если не будешь обсуждать изначально, с первого дня знакомства, то у твоего партнера просто нет шансов остаться рядом с тобой. Понимаешь? и для тех, кто не в проживании, первый шаг проработки этой тени это признание своих страхов. Просто признай, что ты боишься конфронтации, да, отказа и найди корень причин. Понимаешь? И учись разговаривать, учись выражать свои чувства с самого первого дня знакомства. Начни с малого, да? Попробуй открыто говорить о своих чувствах, о том, что переживаешь, что тебе не нравится. Хотя бы мелочи начинай говорить. Не умалчивай. Нет в отношениях, что не важно. Даже маленькая вот эта соринка, которая посыпется с горы, она важна, потому что эта маленькая соринка, то есть этот маленький камешек, да, он превратится рано или поздно в лавину. И задача в отношениях остановить этот камешек, пока он не превратился в лавину. Понимаешь? и обязательно укрепляй свою самооценку. Признай свои достоинства, признай свои достижения. Помни, что ты достойна любви и уважения. И чем выше твоя самооценка, тем легче тебе будет открываться и выражать свои истинные чувства. Потому что ты закрываешься явно потому, что у тебя самооценка проблемы. То есть ты считаешь неважными свои переживания, когда они камешки, маленькие еще пока. У тебя вот эта лавина копится, 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 ты взрываешься, у партнера диссонанс, у тебя-то не диссонанс, тебе-то все понятно, все ясно, вот проблемы, а твоему партнеру непонятно. Встань на его место. Я все сегодня объяснил тебе. Прорабатывать самооценка в императрице и в дьяволе еще на всякий случай. Такой был расклад. Обязательно подписывайся на канал, будет очень много интересных раскладов и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующие расклады. И добро пожаловать в проживание. Хочешь проработать, пожалуйста. Итак, давайте перейдем к третьему варианту. башня и отшельник. Ну, или ты тут смотришь, что у вас уже все разрушено, и ты уже одиноко, или прям на грани все. башня это разрушение, да, чтобы построить новое, какие-то неожиданные события. И она говорит, что у вас в отношениях огромные потрясения, внезапные перемены. башня говорит, что ваши отношения или прошли уже, или пройдут очень серьезные испытания, прям кризис в отношениях. И это могут быть какие-то неожиданные события или откровения такие, которые перевернут ваши представления друг от друга о ваших отношениях. Ну, или просто отношения развалятся. Понимаешь? И эти перемены они очень будут болезненными. Но они необходимы для разрушения вот старых и ненадежных основ. Понимаешь? Башня, она говорит вот на необходимость полной перестройки ваших отношений, если отношения еще не закончены. Потому что я сказал, да, это разрушение и возможно ты уже одинока. Поэтому рассматриваем только те отношения, которые, как сказать, которые еще живы. И по этой карте вы оба должны быть готовы к тому, чтобы отпустить какие-то прежние ожидания, да, и начать строить отношения заново. на более честной и прозрачной основе это если ты хочешь восстановить их. Это потребует от тебя открытости, готовности к изменениям, способности вот справляться с этими кризисами, да. Мы не рассматриваем почему, что отношения уже разрушены, потому что ты смотришь совместимо ли ты с загаданным человеком. То есть у вас отношения еще существуют, но они на грани. Отшельник это у нас карта уединения, самоанализа, поиска внутренней мудрости. И она говорит, что вам нужно немножко в уединении побыть, чтобы найти ответы вот на важные вопросы, да, обрести вот внутренний покой. То есть вам обоим нужно личное пространство и время для размышлений. Отшельник, он говорит о том, что вы оба чувствуете потребность в уединении, самоанализе. Это время, когда важно обратиться внутрь себя, чтобы вот понять свои чувства, да, чего вы друг от друга хотите. Вам обоим нужно время для размышлений, возможно, книжки почитать, отдохнуть друг от друга. И отшельник, он также вот указывает на возможную эмоциональную дистанцию в ваших отношениях. Это тот период, когда вы чувствуете себя отстраненными друг от друга, ну, или нуждаетесь в личном пространстве. Важно уважать это и позволить себе и позволить партнеру время для восстановления друг от друга, так говорится, в разных комнатах. И в сочетании карты говорят, что ваши отношения, они пройдут через очень значительные испытания, и это потребует глубокого самоанализа и удинения. Башня говорит, что необходимо радикальные изменения, да и разрушение старых основ, а отшельник, он подчеркивает важность самоанализа и удинения. Поэтому примите, что ваши отношения могут пройти через значительные перемены и испытания. Это будет болезненно, но это необходимо для того, чтобы построить более честные и прочные отношения. Вам нужно отпустить прежние ожидания какие-то, стереотипы, чтобы начать строить отношения заново. Поэтому будьте готовы к тому, что старые структуры и привычки разрушатся, чтобы освободить место для нового. Понимаешь? И постарайтесь найти время для размышлений. Обратитесь внутрь себя, чтобы понять свои истинные чувства, свои истинные потребности. После того, как вы поразмышляете, то сядьте спокойно за стол переговоров и поговорите. И уважайте личное пространство, уважайте потребность в уединении и личном пространстве, как свою, так и партнера. Понимаешь? Дай себе и дай ему время для восстановления. Не нужно, если человек уже где-то там, например, ушел, дай ему время. Не пиши ему смски и от него не читай смски. Дайте себе время подумать. Понимаешь? постарайтесь найти ответы на свои вопросы внутри себя. Доверьтесь своей мудрости, доверьтесь интуиции, побудьте друг от друга неделю, отпусти его на рыбалку и подумайте. А потом сядьте за стол переговоров. Понимаешь? Давайте посмотрим, почему не получается-то идеальное отношение построить. Потому что ты страдаешь. Но это тень. То есть это неправда. Это твоя тень, мученик. Это человек, который жертвует своими интересами ради других. И иногда чаще всего в ущерб себе. Ты слишком часто ставишь интересы своего партнера выше своих собственных. И это выражается в том, что ты всегда готова помочь, даже если это идет в разрез с твоими собственными планами, с твоими собственными желаниями. И такой подход приводит к тому, что ты чувствуешь себя недооцененной, несчастной. Потому что твои собственные потребности остаются неудовлетворенными. и ты чувствуешь, что твоя роль в отношениях это спасать и поддерживать партнера, даже если это требует значительных жертв с твоей стороны. И это создает неравный баланс в отношениях, где ты постоянно отдаешь, а твой партнер принимает. Понимаешь? Ты постоянно испытываешь чувство вины за то, что хочешь чего-то для себя. Мученик часто чувствует, что собственные желания и потребности они менее важны, чем у других. И это мешает тебе быть счастливой и удовлетворенной. Но у тебя это все копится, и соответственно ты чувствуешь, что он безразличен кому. Вот примерно так же. Так а кто тебя заставлял спасательством заниматься? Кто тебя заставлял забывать о себе, о своих желаниях? Вот ответь. Кто? Тебе партнер говорил жертву ради меня, да? Или ты решила стать мамой своему партнеру? Прорабатывать эту тень, конечно же, в императоре и в императрице. Все, что связано с отношениями в императрице. Но тебе тут нужен император. И дьявол еще заодно тебе тут нужен. А так же, если ты не уверена в себе, то еще и маг. А те, кто не в проживании, я вас зову в проживании, пожалуйста, было бы желание, я же говорю, было бы желание. А так? А так вот так вот, ну, во-первых, если ты не в проживании, тебе нужно признать, что тебе тоже что-то нужно. Понимаешь? и первым шагом нужно признать, что твои потребности не просто что-то нужно, да, они важны. Ой, как сказать-то? Разреши себе захотеть и нуждаться. Понимаешь? Разреши себе. пойми, что ты заслуживаешь заботы. Ты заслуживаешь внимания так же, как и те, о ком ты заботишься. Ты не должна отдавать больше, чем ты получаешь. Просто не должна. Вот просто потому что. Понимаешь? Должно быть одинаково. И давать, и получать. Если дисбаланс, отношения ведут куда? Правильно. В трубу. И не в которую вы вместе, да, через огонь, воду и медные трубы, а в которую ты полезешь одна. И останешься одна. Поэтому нужно соблюдать баланс вдавания и получения. И так как у тебя тень мученика, да, то тебе нужно научиться говорить нет и устанавливать личные границы. Потому что я тебе объясню. Ты в отношениях постоянно даешь, 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 а тебе самой-то ничего не надо. Твой партнер привыкает получать. Понимаешь? Он просто привыкает. И соответственно, когда ты просто начинаешь говорить, что ты тоже что-то хочешь, а тебе партнер говорит, а как это так? Это такое возможно вообще? Поэтому учись устанавливать границы. потому что ты не можешь отказать. Ну, это, конечно, не значит, что нужно быть эгоистичной, да, и только заботиться о своем благополучии. Нет. Установление границ, оно поможет тебе сохранить твою энергию, быть более удовлетворенным в отношениях, но должны быть установлены определенные границы. Понимаешь? Ну, и соответственно, самозабота нужна тебе еще. Потому что ты про себя забыл, ты себя раздариваешь в отношениях, потом удивляешься, что у тебя на шее начинают кататься. А про тебя кто подумает? дедушка, правильно, вот ты сейчас подумала, дедушка про меня подумает, правильно, но тебе-то все равно нужно уделять время для себя. Я же не рядом, я у тебя вот в телефоне или где-то там смотришь. Я с тобой, но я онлайн. А вот вживую то о тебе позаботиться. Я тебя поддержать только могу морально, а физически. Поэтому уделяй время для себя. Занимайся тем, что ты хочешь. Любое хобби, спорт, эти как косметологи, массажи, самозабота, она поможет тебе восстановить силы. То есть повысит уровень счастья в твоем теле. Понимаешь? Занимайся собой. про партнера не нужно забывать, но и о себе забывать не нужно. Понимаешь? И сегодня, если у вас еще не все разрушено, а мы именно это смотрим, тебе нужно поговорить с партнером со своим о том, чего ты хочешь. Потому что у вас постоянно чего он хочет. А тебе сегодня борщик или лапшучку? А ты скажи, любимый, я хочу, чтобы приготовил сегодня еду ты, потому что на протяжении вот такого-то времени я тебе каждый день готовлю. Но я хочу быть счастливой и хочу, чтобы хоть раз приготовил ты мне еду. Но это только пример на еде, да? То есть без истерик, без упреков, обязательно без упреков, потому что у тебя уже накопилось, я это понимаю, но ты же сама к этому привела, что ты угождала, 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 а человек-то, партнер, не видит, что тебе нужно, ты же молчала про это. Ну, ты так вот вскользь упоминала. Поэтому вот так вот скажи, я на протяжении спокойным голосом, нельзя никогда упрекать в отношениях, нельзя никогда орать в отношениях. Нужно говорить конструктивно, тогда тебя услышат. И скажи, вот, я вот готовил на протяжении стольких-то лет, каждый день, тебе было вкусно? Ответь мне. Он скажет, да, вкусно. Я хочу почувствовать сегодня себя счастливой. Ты можешь приготовить сегодня? И все, партнер пойдет готовить. Понимаешь? Если это не так, то ты знаешь, что делать. И перестань себя чувствовать виноватой по этой тени. Перестань себя чувствовать виноватой за свои желания. Понимаешь, о чем я? Пойми, что вот забота о себе, она не делает тебя плохим человеком. Ни в коем случае. Это не эгоизм. Наоборот, только удовлетворенный и счастливый человек может полноценно заботиться о других. человек. Вот тебе твой мужчина говорит, какие деньги на косметолога, ты что? А ты ему скажи, только удовлетворенный и счастливый человек может полноценно заботиться о других. Ты хочешь, чтобы у нас семья была счастливая? Он, хочу. А ты скажи, мне нужен косметолог, и я тогда буду счастливой. и ты будешь счастливой. И все мы будем счастливы. Дай мне пять тысяч долларов, любимый. Мне косметологу. Спокойно, без всяких упреков и все. Он не даст, конечно, я бы не дал. Вот. И тебе нужно обязательно научиться принимать помощь от других. Потому что мученики чувствуют себя часто неудобно, когда получают что-то взамен. Прям вот ты, тебе стеснить, у тебя в голове включается я что-то должна взамен, и соответственно ты еще в два раза больше даешь в ответ на какой-то жест доброй воли или на какой-то подарок. И важно научиться принимать так же, как и отдавать 50 на 50. Понимаешь? Тогда ты научишься равноправные отношения создавать. прекрати самопожертвованием заниматься. И обязательно подписывайся на канал и возьми за правило оставлять обратную связь. Я стараюсь, а вам лень даже маленького комментария написать. И нажимайте на колокольчик, когда вы подписываетесь, чтобы получать уведомления о следующих раскладах. Чего бы не случилось, помни, что дед всегда рядом, даже если у вас башня. до сих пор. Субтитры создавал DimaTorzok